Визит нового генсека НАТО в Киев В бункере возможно паника, ведь сегодня в Киеве с визитом новый генсек НАТО Марк Рютта. Символично, что для своего визита он выбрал именно Украину. И это четкий сигнал миру о том, какие приоритеты сейчас у Североатлантического альянса. Из важных заяв было про удары вглубь территории России. Рютте сказал, что Украина имеет право себя защищать, а нанесение ударов по военным целям агрессора предусмотрено международным правом. Что еще важнее, он отметил, что разрешение на дальнобойные удары высокоточным западным оружием вглубь России нельзя считать нарушением красных линий. Ведь единственная нарушающая эти линии страна – Россия. Дальше процитирую его слова. «Россия ведет эту незаконную войну, и это означает, что уничтожение российских истребителей и ракет до того, как они могут быть использованы для атак по гражданской инфраструктуре, может существенно помочь Украине», – сказал Рютте. Что там было в Кремле, спросите вы меня, за последние дни, как минимум. В Кремле явно не знают, что делать. Поэтому они просто напоминают про подворотное заявление Путина. Последние три года мы регулярно слышим обвинения со стороны Запада о том, что Россия якобы обрецает ядерным оружием. С нашей точки зрения и по нашим наблюдениям мы, наоборот, эту тему президента России, Министерства иностранных дел пытались, что называется, не обострять. Но после вчерашнего совещания, конечно, у многих возникают вопросы, почему именно сейчас, что произошло? Ну, очевидно, что то, как развивалась международная обстановка, то, как наглеталась напряженность вокруг наших границ, то, как, по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины, на стороне Украины, то, как продвигалась военная инфраструктура НАТО к нашим границам, это все делало необходимым внесение необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Корректировки подготовлены, но вот сейчас это будет оформляться. Это Песков сказал еще до визита Рютты в Киев, так что я советую усачу послушать этот пунктик про красные линии. Ну, а точнее, про их отсутствие. Что ж, на фоне этих вещей российские СМИ пишут о том, что Путин будто бы перестал рассматривать возможность мирных переговоров с Киевом, особенно после вторжения ВСУ в Курскую область. И теперь будто бы он готов воевать до тех пор, пока украинское государство не развалится. Пишет об этом некое издание «Пояснительная записка». Еще уточняется, что Путин будто бы был в ярости из-за ситуации в Курском регионе. И бункерный решил, что Киев использовал подготовку к каким-то будущим переговорам в качестве завесы для операции на российской земле. Про какие переговоры пишет это издание, никому не ясно. Ведь никто ни про какой диалог не говорил. Но все же. В Кремле сделали вывод. Будем уничтожать государство Украина. Сейчас попахивает боем без правил. Обе стороны думают, как сделать друг другу хуже, отметил источник. Он добавил, что Путин не станет торговать Курской областью в обмен на Донецк или Луганск. При этом сторонники переговоров о мире во власти после Курской операции ВСУ оказались в меньшинстве. Если до вторжения был большой запрос на начало мирного процесса со стороны элиты, то сейчас его нет, говорит высокопоставленный чиновник под санкциями. Сложно даже заикнуться о мире. Эти голоса будут подавлены, подчеркнул он. Если Украина добьется разрешения на удары западными ракетами вглубь России, то это только усугубит ситуацию, отмечает чиновник, регулярно общающийся с Путиным. Все зашло слишком далеко. Я не верю ни в какой мирный процесс. Пока Украина не развалится, ничего не закончится, говорит руководитель крупного госпредприятия, регулярно встречающийся с Путиным. Сами понимаете, издание, которое ссылается на источники, а эти источники еще на источников, ну, это автоматически вызывает сомнения в достоверности этой информации. Но все же тут есть интересный факт, который как раз совпадает с данными, которые озвучивали мировые разведки еще в прошлом году. Ну, о том, что Путин боится того, что россияне больше будут на себе ощущать войну. Поэтому диктатор сейчас делает все для того, чтобы этого не случилось. Даже изменял доктрину. Думал, что это кому-то помешает. Но нет. Помните, Путин в душном кабинете бряцал ядерным нутром и говорил, что массированные удары БПЛА – это красная линия. С тех пор Россия была подмассированными налетами украинских дронов как минимум дважды. И крайне раз сегодня. Кто-нибудь видел где-то ядерный грипп, а? А? 113 БПЛА уничтожены средствами ПВО. Об этом сообщает Минобороны России. По данным ведомства, беспилотники активно летели в сторону Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областей. В официальной сводке говорится, что российское ПВО лишилось своей дырявости. Но как бы не так. Ранним утром самолеты не могли попасть в Казань. В регионе ввели режим «Ковер», из-за чего огромное количество рейсов на прилет и вылет задерживалось. Та же ситуация в Нижнекамске. По предварительным и небезосновательным данным, города находились под угрозой беспилотников. Если Минобороны подсчитывает только сбитые цели, то сколько их общее количество? Количество явно еще больше. И это, я отмечу, Путинская Минобороны явно не считает количество обломков. Но возвращаясь к теме о том, что путинская власть будто бы хотела мира, а сейчас уже не хочет. Честно, ни для кого не секрет, что никто в Кремле не думал про справедливые переговоры. У них основная цель всегда была это уничтожение и оккупация Украины как государства и стирание украинцев как наций. Поэтому все бредни о том, что вот кто-то когда-то был к чему-то готов, я считаю, нужно просто пропускать мимо ушей. Смотрите, сейчас Путинская Орда на третий год трехдневной спецоперации захватила еще один полностью уничтоженный город Углидар. То есть захватила руины. Методика эта стандартная, ее мы видели и раньше на примерах других городов. Но в отличие от той же Авдеевки, за которую Путин тоже положил десятки тысяч своих солдат Бахмута, Солидара, тут про потери путинского войска говорят много Z-каналов. Более того, даже государственная пропаганда путинская что-то как-то не слишком рада захвату развалин Углидара. И она отмечает тяжелую ситуацию для вооруженных сил Российской Федерации в Курской области. Соловьев и Ходоренок признали, что генералы наврали и никакого освобождения в ближайшее время этого региона не предвидится. Также пропагандисты смирились с тем, что Курская область станет предметом торга на будущих переговорах. А как, на ваш взгляд, развивается ситуация на украинских фронтах? Как я понимаю, они пытаются сейчас стретачить силы для очередной атаки в Курской губернии. То есть, несмотря на де-факто падение Углидара, если не часы, то дни и судьба его будет решена. Но, тем не менее, фронт трещит-трещит, но сопротивление жестокое на всех направлениях. Ну, дело в том, что мы иногда себя обманываем в том, что некоторыми репортажами о том, что морально-психологическое состояние личного состава вооруженных сил Украины неудовлетворительное, что там наблюдаются случаи отказа от ведения боевых действий, ухода с позиций и так далее. Но если бы обстановка развивалась именно таким образом, как иногда делается в наших некоторых сообщениях, то мы наверняка были уже на левом берегу дни. А пока ситуация такая. Да, у нас есть определенные успехи. Это и у Гулидар, это и обстановка в районе Покровска и Торецка. И иногда даже кажется, что украинский фронт начинает сыпаться. Но, тем не менее, у противника в настоящее время готовятся стратегические резервы. Вот я имею в виду эти 14 бригад, которые они еще не вводили в сражение. И вполне возможно, что в критический момент обстановки на фронте именно эти резервы будут задействованы. Так что, прошу прощения за такое выражение, еще шампанское открывать рано, несмотря на все успехи наших вооруженных сил за последнее время. Обстановка достаточно сложная, и противник не демонстрирует ничего такого, чтобы говорило о его ослаблении. Ну и, кстати, несмотря на некоторое заверение на начальном этапе, которому уже месяц, о том, как быстро мы решим проблему в Курске, ну, что-то пока я не вижу никакой быстро. И мало ли, те комментарии, которые были сделаны людьми с большими погонами, они как-то так вот сейчас к ним не возвращаются, а ситуация очень сложная. А, казалось бы, тогда обещал день, два, три, и проблема будет решена два месяца, и сопротивление вооруженных сил Украины на этом участке линии боевого соприкосновения не то, что не ослабевает, а он продолжает контратаковать, удерживать свои позиции, и вовсе даже не намерен там приступить к какому-нибудь не то, что беспорядочному, а даже и организованному отходу. И, по всей видимости, все-таки обстановка на этом участке фронта будет рассматриваться руководством Украины в дальнейшем, вполне возможно, что в дальнейшем, как один из политических козырей при ведении переговоров. А это озвучил рот одного из популярных военных экспертов у них там. Понимаете, да? Население прогревает к тому, что Курская область может быть потеряна навсегда, и что не нужно ждать быстрой победы сейчас после захвата развалин Углидара. Интересно, что Ходоренок рассказал про это именно Соловьеву. Ведь вечерний пустозвон часто грешил в своих эфирах всеми этими шапкозакидательскими заявлениями в адрес Украины. Ну а сейчас, видите, сидит с насупленным лицом и молчит в тряпочку. Ну и это еще не все. На другом канале пропагандисты открыто стали умолять Путина закончить СВО. Ведь, по их словам, ситуация давно уже вышла из-под контроля, и Кремль уже не может управлять войной. Специальную военную операцию. Нужно как можно скорее заканчивать. Не в смысле отступать. И не об этом. Нужно заканчивать быстро. Не надо говорить, мы еще не начинали. Все, уже пора заканчивать. Иначе это точно до добра не доведет. Уровень эскалации повышается автоматически. Это инерционный процесс. Его никто не регулирует. Его никто не держит за штурвал, извините. Он не на поводке находится. Он сам по себе. И от того, что мы будем тянуть, ну и ситуация к лучшему точно не изменится, уверяю вас. Так и хочется, кстати говоря, я вчера даже у себя в телеграм-канале написал крикнуть и написать «нет войне». И сейчас это даже уже не будет каким-то немодным, непатриотическим, кстати говоря. Но кому написать, кому обратиться с этим «нет войне»? К нашим или к тем? Что-то случилось, наверное, да? И это все на фоне, так сказать, триумфального захвата руин Углидара. Казалось бы, да? Путин из кожи вон лезет, чтобы показать всем русским, какой он успешный верховный командующий. И тот город за несколько лет способен уничтожить бомбами. И этот город. Но уже даже русские пропагандисты ему говорят. «Василич, давай уже заканчивать. Ты явно вымазался в что-то коричневое». А это я еще отмечу. ВСУ не начали бить дальнобойным оружием вглубь России, западного производства. Представьте себе, какой визг тогда поднимется. Например, просто факт. Издание «Дэр Шпигель» писало, что ВСУ могут атаковать как минимум 261 военный объект в Российской Федерации, если Запад разрешит удары дальнобойными ракетами по российской территории. То, что разрешение дадут, я почти в этом уверен. Этого запрета в принципе быть не должно было. Но уже как оно есть. Так что запасайтесь попкорном. Взрывов на базах Путина явно будет больше. А на этом я сегодня заканчиваю, друзья. Спасибо вам за просмотр. Традиционно призываю вас сохранять холодный разум и продолжать поддерживать украинские силы обороны. Потому что это действительно и самым главным сейчас. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин